Если ориентироваться на реакцию залу, то можно сказать, что актёры-любители могут впечатлить не слабее своих коллег-профессионалов. На сцене Альметьевского драмтеатра постановка «О чём молчит Гоголь». И вопреки названию, классик говорил здесь больше всех. Я даже на лекции отвлекался на чтение книги, которую неизменно держал на скамере. Истории про убежавший нос, испорченную шинель, легенды про вея и прочую нечисть – даже не самый внимательный зритель может угадать, какие истории из жизни вдохновили Гоголя на создание будущих произведений. Факты с интернета, там биографию Гоголя, разные факты про родителей, про лицей, где он учился, с кем он вообще общался. О чём молчит Гоголь – спектакль по оригинальному сценарию Диляры Галимовой. Диляра – студентка-выпускница Альметьевского музыкального колледжа. Когда настал момент выбирать постановку для защиты диплома, Диляра долго не думала. Мистицизм, народный колорит и почти детективный ход повествования – то, почему Диляра может назвать Николая Васильевича своим любимым автором. Многих в творчестве Гоголя подкупают сказочные моменты. Видение автора постановки, тягу к мистике, классику наследовало от матери, а от отца ему досталось чувство юмора. Убей в ногу, младший пожеств, демон, удалак, принос, слома, слишком могучая сила. Полина Плотникова – автор предыдущего дипломного спектакля «Грозы Островского». А в этом ей досталась роль матери Гоголя. Сыграв и главную героиню в своей постановке, и побывав ее постановщиком, и отыграв роль второго плана, Полина уже понимает, как составить цельный образ. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену, ты получаешь опыт, и как и постановщик, и как и актер, ты знаешь мелкие моменты и большие моменты. То есть направить свою энергию на маленькие кусочки, чем отдавать сначала большому объему. То есть когда ты сделал самые маленькие, то тогда ты переходишь к крупному, и тогда получается весь образ. На сцене декорации по минимуму ставку сделали на актеров. Все, из чего состоит театр, классические и современные элементы учебной программы. С первого по четвертый курс выпускникам нужно показать, чему они научились, и использовать это в своих работах. У нас не стоит задача, чтобы был самостоятельный именно сценарий. В любом случае, даже если они берут сценарий уже готовый, они его перерабатывают под себя, под своих артистов, под ту площадку, на которой они будут показывать. И следующая премьера запланирована на 5 апреля. Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.